если за мной горы и я одет в стиле 80-х 90-х со мной рядом стоит рюкзак колобок значит я в походе на алтай советском стиле вот буквально два слова вот оцените вот эту вот всю картину это пиздец вот остальной комментарий мы дадим вам с утра и сейчас будет шоу дураки снежник ну что вот мы с дядей митий дошли до стоянки которая называется форелевая 77 озеро уй караташ вон там форелевая и мы с колей все думаем как это форель вот по таким вот ручейкам заходит мне кажется заходит коля говорит что не поднимается а так цирк красивый нижняя форелевая он потом в цирк туда подняться и там будет верхняя форелевая вернее просто форелевая а вот это нижняя форелевая но по затянуло немножко под затягивает и вот мы с коли думаем либо вот так вот подняться вон туда на пупырь либо все-таки дойти до сюдова и все и чисто пойти обратно коля уже ты достал что ты говоришь энтузиазм пропал энтузиазм пропал на морально-волевых прям подъема у меня тоже такое было вот идешь идешь кажется все хорошо сел отдохнул пять минут попил чайку поел и все энтузиазм как я говорю пропадает никуда не хочется никаких радиалок не идти дальше короче вот у коли такое вот как я говорю энтузиазм пропал но просто еще и затягивает как бы не хочется под дождь попасть потому что он видите смотрите какие там облака ничего этого не было и солнышко он спряталась ну посмотрим может тогда действительно сейчас можете один тогда схожу туда а коли тут этот погуляет рыбу посмотрит но красиво да немножко красиво согласитесь ребята как по мне вот эти вот все цирковые озера там и форелевые и туристическая и как еще она там я был на хамардабане мертвая во мертвая настолько все одинаково поверьте мне ладно идем на официальная форелевая сидим там пять минут смотрим если там форель ухариус должен быть наверное мелкий а вот форель не знаю ладно идем и смотрим на форель ну что до скандыбали мы с дядей митей до нижнего форелевого озера если третий день у меня был такой достаточно бодрячком четвертый день у меня с момента пробудки реально на морально волевых как будто сели батарейки то ли еда была постная пресная то ли еще что то не знает куда этот блин говнюк берет эти силы но не суть озеро крутое вода такого еще специфического ну цвета такой только на горных озерах встретишь вот которые ледником образованы да вот сзади у меня снежная шапка там верхние форель верхнее форелевое озеро а вот туда мы сейчас и пойдем думаю оттуда будет открываться крутой вид хотя мне еще очень нравится вот смотреть на цирк снизу блин одно из любимых скажем так не важно господа беру свои слова обратно и официально заявляю в форелевом озере есть форель я только что набирал воду и вот такая дура возле меня только что проплыла коля не даст соврать что он скажи что плывал и лезет за водой а я такой смотри рыбина рыбина и успел тоже заметить и поэтому да но это не хариус господа то есть хариус он такой более вытянутый нос и и плавничок хариус то я уже много раз видел а это реально форель так что приезжайте за форелью ну или два дня на конях но я вам скажу так что если здесь и как это вот болонская удочка которая далеко кидает такой поплавок длинный этот червячка прикормить я уверяю вас если б я был рыбак я бы вот как легкоход бы сюда бы принес бы столько наживки чтоб вся вся этот рыба была бы моя ладно идем на верхнего и просто на форелевая ну говорит что она ест камневой деревья муху он плывет наверное не покажет экран где наплыла уже Вот идем с дядей Митей на форелевое озеро или верхнее форелевое озеро, тут такой как раз Интересный курумный маршрутик, да, дядя Митя уже вон машет, сейчас опять секи и будем наверху Ну что, курумник позади, вот за мной нижнее форелевое озеро, а вот красотища, верхнее форелевое с ледником Да, вот оно, черт, обожаю, как говорил Адди Мерфи Сели есть, забыл про вас, господа мои дорогие Пришли мы на форелевое озеро, сидим тут 5 минут, едим, вот здесь рыбы точно нет Потому что очень большой водопад, очень большая ступенька, две штуки Вот здесь рыбы нету, даже мне кажется в половоде она хер сюда заберется, это точно Ну а вот такие виды, вот там в долине мы пришли, дядя Коля хомячит А что еще остается делать, жрать-то охота? Вот такой цирк, ну цирк красивый, да, и вот само озеро Красивый где-нибудь в июне, когда снег лежит вплоть, ну, до поверхности озера Мне кажется, даже май Ну да, вот на этой сыпухе снег-то должен лежать Да, это сейчас остатки эти снежники, а так, ну, полсклона снегом, ледник же, как-никак Вот где этот Курум, это получается слив, и там вот он пошел, поэтому я не думаю, что сюда рыба заходит Да и не плескается, там-то реально плескается, здесь вообще никого нету Ну и тропа тоже проложена как-то вообще Мы пошли по-своему, по Курумнику Там вдоль одного баранчика есть прижима Хоть поняли, что такое горный поход на третий день Ладно, короче, доедаем и идем в базу Отдыхать, сушиться, стираться хотим сегодня, я так точно С учетом этих шатаний, блин, по кустам я бы лучше целый день реально по Курумникам шел Оп-оп-оп, с камешка на камешек, даже если какой-то шатается Бля, все, я закончил Выплеск энергии от дяди Коли Я бы лучше вон там он, по вот этому гребню погулял Он туда бы сходил Не Ну что? Он острый, там не развернешься Нормально Вот сюда и залезть Он острый, сверху там не погуляет, мне кажется Нормально, там ширина 2-1,5 метра, Коли В отдельных частях, да, вы там где-то И не на таких гуляли Ну хорошо, можно тогда вот оттуда забраться и сюда и залезть Не, ну здесь сложнее, там точно уже надо что-то, какие-то перила А здесь мне кажется он ходибельный Есть альпинисты Кто туда ходил? Ладно, все, доедаем, нету времени Хочется уже кастрик распалить, просушиться Попить чайку Горячего не с термоса, а с горячего Лечь спать Завтра у нас штатив Штатив, ладно Верните мне мой курумник Опять эти, блядь, кусты Идешь по пояс Горный, блядь, поход Чем бы дитя не тешилось Лишь бы не вешалось Блядь, блядь, поход Ты можешь пилить быстрее на камеру Блядь, блядь, поход Блядь, блядь, поход 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 в общем мы кушаем доедаем вернее хочу сказать одну вещь господа как бы не было вам сложно как бы не было вам тяжело но приносите всегда дрова с запасом для тех кто останется после вас это у нас вчера с колей был дождь мы были все мокрые но мы все равно несли дров запасом на себя и чтобы суд с утра кому-нибудь эти дрова оставить потому что мало ли кто-то придет к вам ночью холодный голодный надо его обогреть в общем дров на лагере должно быть в достатке и сейчас вот мы с дядей колли насобирали дров ну как бы нам половину хватит но я уверен на завтра с утра завтра с утра дрова тоже должны останутся а пока чили хотели грибной суп сварить нашли один большой гриб белый подосиновик я его разломал он оказался целенький принесли сюда на стан начали резать он короче весь червивый так что грибной суп отменился думаю может быть завтра послезавтра посмотрим ладно итак доброе утро мне наверное никогда не надоест просыпаться с таким ебалом литр чая на ночь дает о себе знать но однако утро у нас солнечная выдалась еще не до конца даже осмотрелся но вроде ничего сейчас где-то по восьмого утра будем побреньком делать костер завтракать надо попытаться открыть хотя бы глаза хочу ты не хочешь котелок развернуть поле после пытался для него очень устойчиво стоит доброе утро вот так вот начинается наши будни ночью было очень холодно не сказать что сильно но я полночи не спал хер проснулись вы как обычно во время как говорится пять минуточек пять минуточек пока солнце вон из-за горы из-за тучи не вышло хер встали короче восемь утра только хотели встать в семь сейчас ставится вставится разогревается суп вчерашнего приготовления чай термоса ну и давайте обзор наши поля по полятки палатки блин палатка который советские времена гонялись всем а именно палатка называется полька потому что она польского производства это двухслойный домик вот первый тент вот получается второй тент но он выполнен с такой ткани типа якобы вододержащие и у него нету первого тамбура на верхнего переднего тамбура и получается вот этот вход тоже выполнен с такой же ткани внутри она из классической такой желтенькой тряпки которая дышит тут он разводы эти но место я вам скажу здесь как грязи то есть вот это стандартный ижевский коврик ставится вот там где дренана заканчивается и вон там еще куча и куча места вентиляция тут мой рюкзак здесь спит дядя коля вот наши огромнейшие конченые спальники про которые я расскажу в следующий раз здесь еда здесь колена еда в общем вот такая у нас палатка палатка ставится как вы уже видели но это мы ставим на два кола так у нее есть такая специальная система ну и от дождя клеенка чтобы все это не намокала поскольку клеенки не хватило сюда мы ставим колен пончо тент палатка весит но чисто палатка и и наружный тент внутренние короче четыре с половиной килограмма любом случае это меньше чем брать вот эти советские получается были какие воронежские палатки ну просто как бы домик и плюс еще на него сверху тоже тентовый верх должен быть так вот отдельно домик отдельно домик весит в районе уже пяти килограмм поэтому мы даже в плюсе вот эти палатки в ссср очень сильно ценились хотел я найти палатку помирку это такая уже из нейлона односкатный однослойный домик но к сожалению не у моих гомельских друзей не еще у кого-то в хорошем состоянии она просто не сохранилась там ну нейлон иссыхает он трескается столько времени уже прошло поэтому именно хор по меркам хорошем состоянии хер найдешь в общем закипает чай доваривается разогревается суп коля скажи доброе утро опухшим лицом своим доброе утро чё ты такое опухшим лицом я знал я щеки свои вижу или мешки под глазами но мы не бухаем честно ладно погода вроде бы такая переменная облачная как и обещали перевала не видно он где-то там но будем подходить покажу короче что идем дедико но пора так рюкзаки собраны дрыны стоят оставляем растопку мелкие дрова порядок за столом и на стане это дрова здесь были но они сырые и вот оставляем дрова сухие в нормальном количестве и выходим на перевал штатив еще господа хотел вас попросить тоже самое про дрова и касаемо мусора люди там обыкновенные туристы оставляют там бутылки пластиковые там какую-то еду недоеденную ну вернее там крупы какие-то остатки все нахрен в костер пластик еду крупы если вам эта крупа не нужна поверьте мне другому человеку она тоже вряд ли понадобится все нахрен в костер чистое аккуратное место должно быть до вас и после вас я согласен приходят нерадивые туристы которые оставляют здесь какие-то вещи неприродного и непоходного назначения все они нахрен должны быть сожжены в костре давайте договариваться все а мы идем на перевал вон кусочек нашего перевала где снежничек вот сюда вот налево идем по стланнику вообще эти невозможно просто жопа здесь он еще такой нормальный а местами выше выше головы достаточно широкие эти ветки мешают вообще невозможно пробираться здесь так я еще пытаюсь на открытое место мы вышли а так вообще идти просто невозможно где коли подход как обычно говно уже блин перевалу пока подойдешь уже никаких соков тебе не остается выжатый как лимон горный поход только на каскад нахер алтай ладно идем по тиху ручей вытекающий из ледникового озера цирке вот текущий по курумнику а 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 ну что сидим мы с дяди митей рядом с очередным цирком перед взлетом на перевал штатив сегодня у нас конечно дорого-богато мы даже чай пьем с сахаром потому что сложный день сахар заканчивается на исходе но мы его донесли дотянули дотерпели ну обычно выпьем чай с конфетками за щеканками до конфеты за щеканки тоже хорошо заходят но сегодня часть сахаром можно за щеканки на завтра допустим оставить но сегодня все середина маршрута перевал штатив самый наверное сложный перевал на нашем маршруте все пожелайте нам удачи пять минут и мы идем на него пожрали чаю попили можно и на перевал вот сейчас нам вот за вот этот вот скальничек потом вот сюда вот на седло 2200 там будет плоскач метров 100 и потом еще взлетка короче 14 до до вершинки ветер такой пронизывающий холодный облака немножко серенький но такие в средней тяжести вроде бы как бы дождя не обещали только завтра вечером обещали но идем выбора там у нас нету дождь пойдет все равно пойдем виды конечно уже трохи такие чуть-чуть да радует да коля как тебе виды уже не просто зеленые какие-то бугры уже скальники снежники обрывы я люблю погоду в горах очень жарко но при этом дует такой леденящий ветер в итоге идем что ж в штормовке потеешь под ней и снять не можешь потому что ветер и тебя продует к хренам в итоге такое превозмогание во всех смыслах этого слова но мы забрались немножко повыше охередные скальные вершинки со снежниками там шикарный вид за мной на долину низкая облачность и опять вот пошел порыв ветра сейчас панаму сдует а может и не сдует но тут уже кайфово закончился наконец этот чертов стланник двухметровый есть уже где разгуляться у меня даже улыбка на лице начинает появляться в общем начиная уже получать удовольствие взгляд со стороны на цирковые озера величественное зрелище это скальные скальный полукруг внизу лазурнейшая вода жалко времени нету так бы блин можно было бы на ту вершинку сходить вон видите он так короче тогда уздали на мы пришли вообще хорошие вот такие виды самультинский хребет сейчас куда-то туда на вершину и чуть чуть левее будет уже наш хребет ой хребет перевал красота только блин у меня эти в уши надувает я всегда хожу с этим сейчас даже чувствую как вот правая немножко уже побаливает так что да у кого проблемы с ушами имейте это виду ну пока красиво и солнечно самый лучший день за весь поход вот наш перевал штатив где снег лежит сейчас тут немножко подпрыгаем по скалам и пойдем месить снег может опять будет представление снег и дурак но в этот раз мне наверно будет ссыкотно ну черт с ним минемал штатив едет просто жопа дурак надо прятаться за камешками потому что ветер невозможно сейчас перекусим пойдем обратно ну что залезли мы на перевал штатив за демитий и да отсюда бомбезные просто если бы еще не сильный ветер можно было бы тут за чилить потому что глаз не оторвать что вид на одну долину что вид на долину куда мы идем вот здесь я могу сказать что да я люблю алтай только здесь уж простите спрятались мы от ветра я по дороге там наверное снесло нашел бутылку и записку час дядя коли ее скрывает перепуск у нас чай паштет и печенье с лодич техническая заминка у нас так группа из четырех человек под руководством павла евгения павла евгения поднялась на перевал в 10-30 утра 31 июля двадцать второго года идем с эдигана через уйминский перевал на озеро уймень была дневка а на на крысой погода отличная мия маша кира андрей наташа да первая маша не знаю нет 31 июля 2022 года хдс хули дома сидеть просто если группа из четырех человек то это где-то павел потерялся может быть да павлов евгений павлов евгений да женя кира андрей наташа господа если смотрите это видео мы вашу записку снимать не будем оставляем на перевале мы спрячем более получше в туре до в туре солнечно то солнце светит если заходит туча сразу такой ветер прям не могу блин вот этот поле даже вон ветровку эту отдел мою советку ладно все кушаем и идем спускаемся вниз пока дождь не начался хотел еще добавить знаете почему он называется штатив до штатива все перевалы называются на алтайском и до штатива тоже все перевалы называются ну по алтайски потому что люди которые но алтайцы которые жили в как это называется как в балыхча ходили максимум до форелевых озер а сюда как бы ну на следующий перевал туда в долины не ходили и животных не гоняли то же самое алтайцы которые жили в эдегане до ходили максимум до озера уймень и дальше тоже не животных никого не гоняли пришли геологи в 60-х годах назвали перевал штатив а штатив потому что он хорошо ну так разделяет и вид видовая площадка то есть туда если смотреть будет этот долина реки как реки чем антош этот короче я напишу реку долина которой но это водораздельный хребет а если туда смотреть нашел то там будет долина а у и караташ там нет большая которая вдоль которой тракт идет чем антош какая-то там вот челман а там какая река течет большая это короче мы в названиях тут ни б ни м белорусы приехали в россию в алтай вернее название такие реально вот и поэтому это называется перевал штатив типа ну видно все хорошо вот это историческая страх справка дяди мить ладно все поели холодно разве большая которая в в этот ну или так у скола я посмотрю которая разделяет эти хребты может быть и тагу скол да тагу скол нет там одна большая который по хребта этому самульсин скому хребту который вдоль хребта течет в катунь которая впадает ну ладно не все в катунь все идем холодно не мне невозможно уже короче коля вообще географ плохой а у меня память этот там долина реки у меня а там долина реки чулышман вот такие мы эти походники нифига не знаем все идем холодно там долина этот индиаган все пойдем а тоже реально замерзли продрогли одели штурмовки идем а а Продолжение следует... Поздно снимаю, но вот по такой сыпухе мы спускались, ну интересно, нормально. Сейчас уже зашли в зону лугов. Вон там в долине будет кемпинг. Там получается пообедаем. Идем дальше. В идеале, конечно, сегодня дойти до приюта Уимень. Там изба и баня должна быть, как я помню. Но это, конечно, в идеале. Вот этот ручей, он впадает в речку Уимень. Там, ну дальше, за хребтом. Потом покажу. А так, конечно, резко потемнело. Облака потяжелее стали, посерее. Но дождика вроде бы как бы не намечается пока. Ладно, идем дальше. Идем дальше. Идем дальше. Идем дальше. Красота. 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 Купки, а можно? Зачем? Зачем? Красота. В долине вообще классно. Легкий ветерок, светит солнышко. До обеда 200 метров. Вон оттуда мы пришли. У нас сегодня по расписанию должен быть грибной суп. Идем мы с Колей. Я говорю, Коля, блин, надо срочно грибов найти. И буквально вот, по тропке прошли там. Ну, буквально там шагов 10-15 сделали. Вышли на полянку. Там два гриба, тут четыре было. Ну, а два из них такие плохие. Все. У нас будет полноценный сегодня грибной суп. По два гриба нарыло. Так что все, день удался. Перевал взяли. Грибов-то собирали. Ну, может, еще два каких-нибудь найдем. Но главное, что уже два на человека есть. Много нам не надо. Все, идем вперед. Погода такая. Тучки. Ветерок. Но пока еще что-то такие. Воздушный легкий ветер их гоняет. Вроде бы как дождь не собирается. Когда я здесь был в 2008 году, на приюте Уймень была изба и была баня. Мы только что встретили четырех конников. Верхом они тут пошли на перевал. И говорят, все. На приюте избы нету. Вообще даже развалин. Баня так себе. От избы одна печка вроде бы, как они сказали, осталась. А мы вскоре летели, специально жопу рвали, чтобы трохи погреться в этой, в этой, как это, в этой бане. Но все равно идем на приют. Не знаю, успеем, не успеем. Но немножко, конечно, разочарование есть, что в советские времена эти приюты обслуживались егерями. Здесь были приютчики. А сейчас, короче, жопа. Никому это ничего не надо. Все это уходит за бытье. Все разваливается. Так что жалко, конечно. Очень жалко. Красотень в долине, да? Солнце светит. Вон наш перевал. Вон он. Каразаск. Да, Коля? Каразаск. Каразаск. Ну, я так и говорю. А вон там, вон, где граница тучки и света, брод будет, мы там этот, поперекусим, короче. Да, вот солнышко светит хорошо. В долине вообще классно. А вот еще раз немножко покажу кусочек, откуда мы пришли. Вон оттуда. С левой части. С левой части. Ну да, с левой части, да. Ладно, идем на перевал. Вон, видите, сколько сладника, блин. Он уже реально надоел, этот мордохлыст. И все время по нему вот так вот идешь. Местами по колено. Местами выше по головы. Ну, погода нам шепчет, конечно. Да, Коленька? Шепчет. Ладно, идем. В третий раз покажу, откуда мы пришли. Вон оттуда. Идем вон туда. Вон дядя Коля впереди. Идем через эти заросли. Самый кончен, наверное, перевал. За всю мою перевальную историю. Вообще невозможно идти. Я себе ногу пропорол. Веткой. В левую сторону, в левую ногу. Ну, там на пару миллиметров зашло, ну, больно. Порвал штаны, где можно. Ну, по бокам. Вот тут дорвал. Ну, у меня тут было, но не так. Тут, короче, вон. Тут все грязное. Надо будет стираться. Короче, такие перевалы, что мама моя мама. Люли мои люли. Во. Мама, значит, вспоминает. Ну, ладно, идем. И фишка в том, что-то идти-то тоже вот по этим посланнику. Короче, эти сто метров превращаются в какую-то хрень. Да, дядя Коля? Да. Вот даже дядя Коля согласен. Интересно тебе идти? Что? Я говорю, по кустам нравится идти? Обожаю. Ладно. Заканчиваю снимать. Идем на перевал. Там нам еще потом 11 километров до этого, до приюта. Идем, короче. Весело. Издеваемся над природой. Ну, как? Ну, просто обсуждаем эти локальные моменты. Короче, весело нам. Настроение поднялось. Пожрали только что, поэтому нормально идет. Спина болит, рюкзак. Ух, как? Сегодня третий способ укладки рюкзака, между прочим. Все поднял вверх. Затянул это максимально, как бы, ну. Ну, потом в конце сделаю определенные выводы по поводу снаряжения. Вот не единожды сказано, но скажу еще раз. Вот идем на перевал Каразас. Подход к перевалу. Вот мой дрын. Вот я здесь держусь руками. Кусты полутораметровые такие. Трава, как будто вот ты вышел в чисто не кошено поле погулять. И пока дойдешь до перевала, ты весь побитый, блин, уставший. А еще и перевал впереди. Тебе уже ничего не хочется. Это, короче, у меня нету, опять же, цензурных слов. Потому что, ну, ну, это пиздец. Это, я не знаю. Наебаться на сто дурных. Или на все гроши. Или все вместе взятое. Называйте, как хотите. Ну, вот и перевальчик. Такой. Никакой. Коли, он вообще выбесил. Ну, такие виды в долину. Озеро Байчоя, Уймень, не видно отсюда. Жалко, конечно. Оно, этот, было следствием большого, как это сказать, наводнения, да, Коля? Причиной. Причиной, да, причиной большого наводнения. Там, короче, ну, подпор стоял. И то ли камни не выдержали, то ли что. И, короче, всю долину смыло. Вот сейчас идем туда смотреть, что там осталось. От этой долины. Ну, а тут так. Опять вон. Стланник этот. Короче, такие виды себе. Ладно. Идем дальше. Вон туда нам в долинку, и кто не понял. Вот туда вниз. Вон оттуда пришли. Короче, рассказываю прикол. Идем мы с дядей Колей. Медленно идем, потому что трава, ну, вы уже знаете. Еще такой траверс каменистый. Ну, короче, идем медленно. Дядя Коля говорит, типа, а что у нас сегодня на ужин? Какая каша? Ну, я ему бранным словом отвечаю, что, типа, не знаю. Он говорит, ну, давай тогда рис. Я говорю, ну, хорошо, давай рис. Я говорю, типа, у меня осталась свиная и говяжья тушенка. Он говорит, ну, к рису, наверное, лучше всего подходит, как бы, говяжья. Я говорю, хорошо, тогда, типа, рис с говяжьей тушенкой. Ну, проходит там секундочка. Я еще говорю, ой, Коленька, нам надо добавить этот, пару зубчиков чеснока. Так хорошо заходит. Коля говорит, да, чесночок подходит, типа, ну, хорошо подходит. Я говорю, а может, лучка? Он говорит, нет, лучок лучше оставить под гречку. Я говорю, ну, да, сделаем гречку под свинину. Я говорю, ну, хорошо, тогда сегодня рис, говядина и чеснок. Так, а на завтра, получается, будет гречка, острая свинина и лучок. То есть, понимаете, суть разговора? Два эстета бомжехода размышляют, что у них будет на ужин. Чесночок, либо лучок. Нет, чтоб там сорт вина, либо вискаря. Вот такие вот мы походники, бедные. Вина нету, бухла нету. Хорошая и по лингвице, да, либо балыка нету. Отек лица только есть с утра. У Коли отек лица. Может, он подбухивает, но вроде бы в рюкзаке пусто. Может, он настанет там, где нашел, а? Коля, расскажи, не бухал точно? Точно. Даже спать рано пошел. И даже голова была выше ног. Все равно отек. Потому что коврик спишь. Холод от земли идет. Выхожу из палатки с утра. Митя кричит. Ты костер развел. Я такой, я его найти не могу. Че, че, глаза не открываются. Ну, Коля просто вылез. А я как бы еще там 5 минут полежать. Но я уже, ну, вылажу. И говорю, Коля, ты Коля, ты костер раз... А, он что-то говорит, спички забыл. Спичек нету. И все, и вот он взял спички и пошел в этот, разводить. И я как раз уже вылажу. И говорю, Коля, ну что ты костер развел? Типа мне брать спички или нет? И Коля отвечает, я его не вижу. А я смотрю, костер горит. И Коля сидит, я говорю, смысл ты не видишь? Подхожу к Коле. Я сейчас вот ставлю фотографию. Вы офигеете, я с утра тоже офигел. Ладно, что-то смотрим мы на перевал. Конники должны были обратно идти. Так что-то не идут. А мы тут, да, решили... Ой, ууу, солнышко, позагорать немножко. Коля вообще загорел. Я так уже был трехи загоревший. Ладно, идем в долину. Завтра у нас будет холодная ночевка. Это значит без костра, чтобы вы понимали. Ладно. Две минуты сейчас еще сидим и идем. Нам до ста, насколько, шесть километров. Шесть километров уже пять. Это примерно два часа. Ну да, к семи должны быть. По таким-то дебрям. Но еще не дошли, где этот... Наводнение было. Сейчас пойдем к склону и покажу, где там наводнение. Это самому интересно. Как хождение через строй. Коля, что ты делаешь? Снова жимолость. Единственный плюс спуститься в низину. Кайф. Ходите, господа, в походы. Только ради того, чтобы можно было даже ту ягоду поесть. Как сказать, таежную ягоду, которую... Ну, может, и не купишь нигде. А может, и купишь, не знаю. Ой. Ой. С куста сразу. Не урод. Идем. По пойме. Что-то нас тут пугали, что тут бурелом. Тут все завалено. Пойма как пойма. Там впереди нас три прижима ждут, конечно. Вот это будет интересно. А так... Не скажу, что прям сильно тут такой лес был сложно проходимый. Я думал, тут типа вот такие вот кедры будут лежать. Во. Вот такие кедры будут типа лежать. Поваленные. И мы типа их будем обходить. Это было бы, да, сложно. А так... Вроде бы идется нормально. Ладно, жимолости поели, да, Коленька? Поели, поели. Идем дальше. Ну, короче, вот это вот имел на виду девочкой, что типа деревья посносила, тут реку размыло. Ну, подумаешь, чуть шире стало. Пойма, реки. Я-то думал, тут пипец какой-то. Ладно, идем. Солнце уже садится. Ну так, на троечку. Дубль два. Я думаю, в жизни у кого-то. У каждого походника бывает такой момент, что Достана остается один и два километра, но сил вообще нету. Идем, я не знаю, не то, что на морально-волевых, а с помощью всех богов смотришь на часы половина, без двадцати, без десяти, восемь минут. А смотришь на километраж, там, сто метров прошел, триста метров прошел. Пошли вот по этой пойме, по этим прижимам, про которые девочка нам говорила, на лошадях. Жопа, идти невозможно, перелазим пни большие, да, то есть она была права. Короче, а этот... Как ты, Коля? Умеренно мертв. Коля даже не хочет разговаривать. Ладно, идем. Остался километр, да? Один и четыре. Один и четыре, ооо. Но идем, уже темнеет, идем, 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 идем. Надо проскочить до темноты, давай. Все, даю, идем. В общем, мы хер знает где, нашли какую-то поляну на спуске. У нас все хорошо, идем за водой, там река шумит. Завтра нас ждет тысяча метров набора, перевал Уйменский и холодная ночевка. Да? Больше сказать нечего, мы ушатались, просто пипец. Ну, еще по темноте, брод, который нужно было переходить босиком. Я, наверное, лучше в жизни ноги я ни разу не мыл. Ну, Коля в босиком, я в кроссовках, мне по барабану. Да, но доля кайфа в этом есть. Я взбодрился, проснулся и даже готов к действиям. Наверное. Все, завтра новый день, новая встреча. Расскажем, все покажем. Итак, вечернее включение. Внезапно нас осенило, что мы можем сделать очень крутой суп из всего, что у нас есть. Лишнее и не лишнее. Благодаря стараниям дяди Мити у нас оказалось три с половиной гриба, а именно маслята. Туда был добавлен еще литконовский суп. Для наваристости мы добавили туда еще немного тушенки. А как основа еще? Что у нас там? Ну, грибной суп. А, еще рис. Рис. Рис мы еще туда добавили. Цензе. Цензе, да. Мы не знаем, на что это будет, но надеемся, что это будет питательно и хотя бы... Помешай, покажи людям. И хотя бы съедобно. Так, дядя Митя оператор. Тут вон всего хватает. И грибочки, и рис. Где-то макароны должны быть еще, правда. Но это уже не столь важно. Короче, пришли в тайгу, но грибов вообще нет. Зеленки, подзеленки, сыроежки, белых нету. Вот реально все, что нашли, это четыре маслята и один из них такой оказался получервивый. Пришлось выкинуть. Ладно. Завтра с утра расскажем, как нам было вкусно. Да, завтра будет отчет.